Я буду говорить о доброкачественной гипертрофии предстательной железы. Вам уже сегодня много о ней говорили. Вам известна эпидемиология аденомопрестательной железы, известна чистота, известна социальная значимость. Вы знаете о том, что в лечении аденомопрестательной железы используются альфа-адреноблокаторы. Мы сегодня говорили о нем много и даже говорили об ультра-селективных альфа-адреноблокаторов, такой, как Омник Огарс. Но в настоящее время на рынке появился, вот это вам известны все эти альфа-адреноблокаторы, появился силодозин. Вы этот препарат тоже знаете. Это препарат, который имеет название Урарек. По Урареку есть ряд работ, есть даже работы из Института Урологии, но, вы знаете, у нас и вещи так сложилось, что мы мало верим этим исследованиям. Поэтому мы решили провести свое исследование по эффективности Урарека при аденомопрестательной железы и при явлениях острой задержки мочи. Вот такие были больные такого возраста. Мы проводили исследования всех известных вам показателей, больше обращали внимание на содержание ЭПСС, качество жизни, количество остаточной мочи и так далее. И больные были распределены на две группы. Первая группа, 20 больных, принимали силодозин по 8 мг в сутки, однократно на протяжении трех месяцев. Вторая группа, 10 больных, были социальной задержкой мочи, которую в клинике принимали Урарек, а потом еще в течение трех месяцев продолжали принимать Урареку в баллодорных условиях. Все пациенты первой группы обследовались трижды. Пациенты второй группы осматривались при поступлении в сатанар и при выписке из него, а также через 30-90 дней в аблодорных условиях. Что мы можем сказать по результатам исследований? А, не слышно, да? Ну, извиняюсь. По результатам исследований. Вот после одного месяца лечения Урареком, я тороплюсь, потому что знаю, что вы устали, после лечения в течение одного месяца Урареком уже наблюдались сдвиги в показателях, которые характеризуют вот одному предстательной жрекой. Вот, в частности, было отмечено... А как вернуться назад? Не отмечено. Ну, хорошо. То есть, резко улучшились показатели, которые характеризовали APSS, показатели урофлометрии улучшались, улучшалось качество жизни. Особенно вот эти улучшения, показатели... Вот я смотрю, у меня слайд один потерялся. Сейчас, минуточку. А почему я это... Давайте с вами я буду. То есть, я не буду показывать все таблицы. Я вам просто очень кратко скажу, потому что все мы уже устали от наших докладов. То есть, при приеме Урарека, у больных, те, у которых не было остаточной задержки мочи, через 30 дней его применения резко улучшились все показатели, улучшились показатели качества жизни, уменьшилось количество остаточной мочи, но содержание простаты специфического антигена и размеры представителей железы оставались в пределах долечения. Особенно выраженные изменения произошли через 3 месяца после приема Урарека. Больные, у которых была остаточная задержка мочи, восстановилась мочи и спускание в отделение в течение 4-5 дней. В последующем, после 3-х месячного применения Урарека, тоже все показатели улучшились. Поэтому мы можем констатировать. Ну, это что такое? Ну, дайте мне это возможность. Как до конца, тут эти, где выводы? Мы можем констатировать, что применение препарата селодозин, вот особенно вот в течение 3-х месяцев, уменьшает иритативную и абструктивную симптоматику, улучшает качество жизни пациентов. Этот препарат может быть использован для купирования остаточной задержки мочи и спускания. Препарат не требует корректировки, дозы, безопасен для применения. Никаких побочных проявлений, кроме, в одном случае, антеградной эвакуляции, мы не наблюдали. Результаты проведенной исследования позволяют нам рекомендовать вам всем использовать широко в своей практике Урарек. И почему его лучше всего используют? Потому что он чрезвычайно доступен для населения по цене. Благодарю за внимание.